очагов тв представляет здравствуйте подписан респект я с Норвегии да, я вижу несколько блогеров выкладывали Украина обетованная Вокс и Ретатис Эдгард, Миротворец еще кто-то я рассказываю, что эти скоты делали в Мелитополе когда приходили и всем буду рассказывать сколько буду жить и детям и внукам что эти подонки там творят мы в том году убежали с женой и дочкой из Мелитополя в Норвегии сейчас как-то так да, вы знаете я вот как раз вчера беседовал с семьей, которые из Мариуполя тоже уехали в Геннаде где живут, у меня ролик с ними есть вы знаете в Мариуполе это немножко другое там просто сравняли с землей а тут с Мелитополя они картинку делают и картинку сначала снимали как Приватбанк работает а у меня начальник охраны Приватбанка Мелитопольского он мой друг он приезжал я в селе за Мелитополем работал учителем он приезжал на охоту ко мне и вот они до начала этого лета работали а потом просто пришли автоматчики компьютеры все забрали деньги выгребли все выгребли все унесли а раньше снимали кино даже Приватбанк работает и за Мелитопольскую арену вот эту где ледовая ну каток этот в парке у нас построили возле горбольницы за год до войны построили у меня дочка уже ходила туда а вот недавно они кино сняли как они ленточку разрезают и открывают это все и на Кирова у нас там бассейн был тоже года за 2-3 до войны был построен люди уже использовали тоже ленточка открытие и кино кино в России что Мелитополь это счастье большое там творится это один из лучших городов был до этих орков цветущий город был там процентов 30 наверное людей осталось и то меньше короче вот такая история так а вы попали в оккупацию в Мелитополе или нет я сам Мелитопольский но я работал за Мелитополем в селе учителем я уже рассказывал и всем буду рассказывать я горжусь своим коллективом что одна только там у нее и мама и папа сепары и муж сепар она только сквозь всего коллектива пошла работать учителем на оккупационную власть а все отказались их прессовали выбрасывали обыски делали морально прессовали выкидывали под дождем это и ковры и мебель дождь выбрасывали ну как только не заставляли директора школы это мой ученик держали долгое время в подвале издевались пытали потом пистолетом вот оттыкали в голову ты фашист нацист нацист вот это знаете ну он что он все подписал что они просили у него двое детей это можно понять получилось выехать в Запорожье он потом сразу в СБУ пришел ребята извините вот так и так они там мы все понимаем работайте дальше все нормально ну вот так и я всем буду рассказывать в нашем доме культуры в нашем селе все украинские книги с библиотеки вынесли спалили все национальную одежду украинскую там и школьники наши выступали и взрослые тоже уничтожили и это они с нацизмом пришли бороться ну вы знаете я помню когда в Германии сжигали книги да это ровно то же самое то же самое то же самое да беда короче пришла большая на нашу землю большая беда в милиту я не знаю почему люди молчат вот я да ну ладно хату потерял сад большой пасеку потерял все что учительским трудом нажил все бросил чтобы только не видеть этих зверей уехал но в Мелитополе я как-то приезжаю еще до того как выехал к дочке смотрю она расстроена говорю что такое Аня она говорит так подружка подружке шла ее ее тоже подружка в ушах вот как у вас вот это вот были наушники ну музыка я не знаю чего они там молодежь слушают а там патруль вот кавказской национальности был что-то видно крикнули она не услышала девушки лицо избили все в гематомах было и моя Анька когда узнала об этом она просто в шоке была знаете вот так вот вот эти люди пришли нас освобождать хотя и были такие верующие знакомые моей дочки стучатся в двери к ним они у многоэтаж два солдатика они так честно ну мало сто лет надо там открывают пацаны русские солдаты падают на колени и плача просят прощения за то что делает Россия представляете и это факт я буду об этом рассказывать что есть все таки и люди там понимаете я вот она такая жизнь понимаете вот такая да невеселый рассказ конечно но знаете очень информативный и поучительный ну и я со всеми многими учениками сейчас где бы они ни были в Польше в Германии в Украине я перезваниваюсь разговариваю вот из Германии один мой ученик он выезжал уже в прошлом в этом году в Маече когда через Крым и говорит там вот это буряты в перчатках кожаных ну просто избивает людей если что-то найдут в телефоне там или еще что-то и я смотрю он говорит я лично видел как избивают как кричат люди ну звери понимаете и он они еще выходят такие довольны они работу хорошую делают понимаете вот это мне только представить вот это мне ученики рассказывают они в шоке просто хотя вот у меня один ученик выезжал еще тогда коридор на Запорожье был выезжал и у него в телефоне нашли ну про украинскую информацию но офицер сам знаете вот сказал другой бы говорит тебя сдал бы и ты представляешь что с тобой было бы он просто видел что жена ребенок он говорит ладно езжай говорит ну и такие люди есть понимаете я когда выезжал с колонной и вот этой что из Мелитополя шла на Васильевку там возле Васильевки в селе наши уже были а в Мелитополе на завод Рефма поселили орков там и технику и и солдат много я когда выезжал думаю обязательно скажу наши а передо мной уже несколько человек уже докладывают где что и один парень докладывает где буки стоят и офицер наш заносит на топографическую карту а я подхожу за эту Рефму говорю а вот этот парень сейчас за буки говорил говорит не-не а там же рядом возле завода новая почта и сзади частные дома вы знаете наш офицер говорит нет тогда я даже заносить не буду вот так убедили вы знаете мне так это понравилось он такую важную информацию даже заносить не стал ну что рядом частные дома а в соседнем селе я уже могу говорить это Волчанское возле нас там с Ватьямой жили в первый день 24-го они уже были там от Крыма с утра вот только она надо была там до обеда примерно она начала затухать вечером мне уже были здесь тоже заехали на ток там соляку на танки забирали грады поставили в центре села между магазинами и стреляли в следующее село к Мелитополю и мужики подходили спрашивали что же делаете да а офицер их не говорит ну надо же как-то от ответки спрятаться они говорят так там же живые люди там куда вы бьете по селам а матюкаться тут нельзя я просто как дополнил ну нежелательно конечно он сказал а нам по если туда вышло к ее матери сотрем по самую землю вот так и мне сват когда рассказывал об этом он с такими глазами рассказывал и возле его дома какую-то тактическую ракету может я не знаю прям возле хаты там же в селе дорога возле него проходит через село поставили возле дома эту ракету пульнули а у него уже новая хата крышу перекрыл там ну все вот так вот все ходило мы просто в шоке были где-то недели через три или четыре не помню сколько он умер от инфаркта на восемь лет младше меня мужик работяга представляете и сваха уже с детьми внуками уже мы вместе в Норвегию текали да вы давно там уже живете ну уже середина апреля прошлого года а то есть вы уже скоро почти два года будет ну я десять месяцев курсы проходил норвежской мовой а серьезно у меня уже сегодня мы ездили в бассейн там это парилочка а я везде где есть возможность вылавливаю этих норвежцев и разговариваю ну правильно не ну правильно вы работаете не не у меня жена от стрессов с памятью проблемы у нее получился ацгеймеры из-за стрессов этих я тут и к врачам возил но вам платят пособие да платят за квартиру платят вот видите квартирка хорошая тут все условия ванна там туалет сушилки стиралки там все плитки холодильники 1100 долларов в месяц кому назовем платить за хату и за свет они платят и дают где-то приблизительно 550 долларов на человека пособие но хватает работать у меня еще и остается у меня только деньги остаются и пацанам на фронт высылаю ученикам и посылки шлем еще и остается стоящие экономные в магазине там есть в каждом магазине есть шкафчик со своими скидками я там всегда я просто суб с грибами часто бачите на холодильнике два ящика этого полностью боровики представляете боровики одни боровики собирал сушил а вы вы собирали лично да ничего а где в каком вы месте конкретно чуть южнее осло а южнее осло я был в норвегии обалденная страна конечно очень меня впечатлила красивейшая страна и главное в каких городах я не был везде дома такие красивые тут нет бедных вообще в каждом дворе по 2-3 машины вот это будочка чтобы путешествовать домик этот на фьордах столько этих яхт что вникается что у каждого на место по 3 штуки но люди тут правительство не ворует войны не развязывают как в России и поэтому люди хорошо живут да я был там пару недель я объездил просто всю Норвегию вдоль и поперек очень крутая страна и там какое впечатление было у меня что там тот самый коммунизм которому Советский Союз всю жизнь дремился норвежцы его достигли добродушные люди такие и вот это у меня на соседнем доме тоже знамя вот это радуги висит и эти знамена я видел в Осло там часто висят но я нигде никогда не встречал никого с этой ориентацией единственное девочка она с нашего района приехала и поселилась в доме где живут он и он я вот я ее слушал я так их не видел она тоже в нашем городке но дальше говорит настолько душевные люди и помогают и вот Швецию едут продукты там дешевле ее с собой бесплатно берут что и надо они купят по-моему знаете настолько добрые люди ну они же они же люди они же ничем не отличаются они ровно такие же люди конечно я сам этого не понимаю но вот так вот как в Чечне что их пытают что избивают и прессуют я не хочу чтобы мой сын был таким этой ориентацией но если он и станет таким представить что его будут избивать что его будут я не могу ну да ну видите как это там то что вы сейчас упомянули это дикость а Норвегия она находится на наверхушке цивилизации страна занимает первое второе место как правило в рейтинге самых высокого уровня жизни в мире поэтому конечно и вот это напротив меня дом там все время висит это разноцветное знамя из радуги и я так у них первые этажи стеклянные окна огромные и постоянно видно что они там кушают готовят как ходят и главное там нормальная семья там вот эта многодетная семья но они я так понимаю я так догадываюсь что они вешают это знамя чтобы показать что они за свободу человеческих человеческого выбора конечно за демократию за свободу выбора конечно есть такие люди которые просто могут вывесить это знамя даже они не принадлежат в качестве поддержки тут я сколько на рыбалку хожу вот на фьордах было скумбрии по 2-3 штуки коп вытягиваю а тут лавочки люди сидят и старушка какая-то сидит ну видно норвежка тут сразу они такие седые пегие такие и высокие а она видит я бросил в целлофан рыбку она по норвежскому пожалуйста убейте ее камнем чтобы она не мучилась а я то уже понимаю что она говорит хорошо хорошо и я блин ну мне как-то знаете рыбку убивать это тоже как-то ерунду это но все равно раз женщина попросила она отвернулась я взял одну эту скумбрию и об камень головой чвяк вторую третью и бросил обратно в этот пакет блин я не знаю наверное мало ударил что они опять начали шевелиться ее прям чуть не стошнило она начала убивать они жалеют даже рыбу вы знаете я думаю в Норвегии так же как в Германии я в Норвегии не знаю но в Германии людей которые получают лицензию на рыболовство их учат специально усыплять рыбу ну то есть убивать ее когда поймал чтобы она не мучилась их учат на этих курсах и они потом дают экзамен и после того как они сдали экзамен они только получают лицензию на рыболовство я не думаю что в Норвегии я думаю примерно то же самое все так же только тут есть озера где можно без лицензии рыбачить и на фьордах вообще на море все без лицензии да я ловил там на фьордах кстати рыбу да да ловили да что-то поймали вы знаете я поймал что-то я не помню что что-то мелкое я поймал а вот что вы знаете вот я я не припомню ну тут есть кумбрия даже селедка ловится и желтая такая вот как навага вот вы знаете по-моему я поймал что-то типа пузанка ну типа мелкой селедки причем штучки штучки даже две или три и она блеснула с берега на блесну вот я хотел пойти на лодки там на лосося ходили люди ну на на семгу вот но это надо было лодку там и так далее тем более лосося я живу в Калифорнии я здесь ловлю у нас чавыча есть тихоокеанский лосось я здесь это самое крупное из лосося в чавыча я на Чукотке жил я ловил там а ну я ловил еще вы знаете много у меня в этой поездке я был и в Швеции и в Финляндии и в Норвегии я ловил щуку так я могу показать даже щуку которую я здесь поймал да 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 я ловил в Норвегии щуку и не одну а но в озере или в речке нет в речке там надо было покупать лицензию я пытался ловить я покупал надо было ловить там можно было брать форель я не поймал ну я на одной рыбалке был а в озерах в одних надо было покупать лицензию в других нет я могу со Швеции еще но я щуку я щук наловил порядочно мы их там кушали о да 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 вот мы их мы их прям кушали там ну готовили щук очень хорошо приготовлено еще понимаете душу как-то отводит когда на рыбалку это все напряг вот этот весь жизненный знаете а я маньяк насчет рыбалки охоты я был секретарем охотничьей организации там в нашем селе в этом мы с вами похожи насчет охоты нет а вот рыбалка да я я был просто бешеным фанатом сейчас там ну в силу определенных там обстоятельств но первое когда я еду на рыбалку я на Чукотке начинал еще школьником а там такие знаете просторы такие рыбалка там я просто маньяк был насчет этого ну да ну да хорошо ладно вы знаете очень интересно было с вами поговорить на самом деле вот вы знаете как у меня канал называют Бачаков ТВ вот я на вас подписан смотрю я много на кого подписан смотрю все значит вы знаете если ну если вы не будете возложить я ролик с вами выставлю это очень интересно и поздавательно я я всему я всему миру и всем детям и внукам всем буду рассказывать что они творят и что это за беда к нам пришла да так что они выставляют тебя как картинку вроде как они освобождают нас ну да ну да так что я думаю ролик с вами где-то завтра послезавтра выйдет вот а вы посмотрите там коменты будут писать ну почитайте все таки а вас будут писать можете написать что я я и есть вот это украина обетованная выставил меня первый там один ролик 120 тысяч набрал просмотры а второй 30 с чем-то и потом вокс в летатель вот недавно меня тоже выставил но он меня взял лицо закрыл я его не просил зачем я уже засветился мне уже обещали убить так что вы ничего такого не говорите я ничего не говорю хорошо ладно очень приятно было с вами побеседовать и давайте всего вам хорошего все будет украина абсолютно точно слава украины добро должно побеждать героям славы давайте всем хорошего счастливо вот еще один знаете прям очень трогательный ролик очень трогательный ролик видите как вчера из Мариуполя сегодня из Мелитополя попался человек оба тот тот живет в Канаде этот в Норвегии что война делает он на он 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 Субтитры подогнал «Симон»